Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых интересных, длинных, оригинальных словах русского языка только на медленном русском. Если вы понимаете не всё, если это слишком быстро, пожалуйста, посмотрите несколько раз, используйте автоматические субтитры, и также, посмотрите, вы можете изменить ритм, скорость видео, чтобы понимать лучше. И сегодня у нас очень интересное слово. Это инопланетянин, инопланетянин. Как вы думаете? Как вы думаете, что это значит? Если вы не знаете это слово, подумайте. Инопланетянин. Вы слышите планета, вы слышите слово планета, и вы слышите нин. Например, англичанин. У нас есть армянин, грузин. Это специальный такой фрагмент в конце слова, который значит национальность. Не всегда, но иногда. Англичанин, армянин, грузин. Это может значить национальность. Датчанин, инопланетянин. Если вы ещё не поняли, инопланетянин – это кто-то, кто живёт на другой планете. Иной, иная – это старая форма, чтобы сказать «другой». Инопланетянин. Иной – это другой. То есть другая планета, другая планета человек. Инопланетянин. Инопланетянин. Вот, инопланетянин – это кто-то, кто живёт на другой планете. И пока мы не видели их, есть теории, которые говорят, что мы уже видели их, но нам не говорят. Но я в это не верю. Мы их не видели, и мы не знаем, какие они. Но стереотип – это то, что они зелёные, с такой головой и с большими глазами. Инопланетянин. Если это он, это инопланетянин. Если она инопланетянка, и они инопланетяне. Да, это такое необычное слово. Англичанин – один. Англичане. Датчанин – датчане. Инопланетянин – инопланетяне. И да, я делала курс, один раз курс уроков о таких словах оригинальных, необычных. И да, инопланетянин – тоже такая модель там была. И, например, пример фразы. Я верю или я не верю в инопланетян. Я верю, я не верю в инопланетян. То есть я думаю, что они есть, или я думаю, что их нет. Инопланетяне. Если мы говорим о характеристике, характеристика, мы говорим инопланетные. Инопланетный. Например, инопланетная жизнь, то есть жизнь на других планетах. Инопланетная атмосфера, то есть атмосфера на других планетах. Инопланетянин, инопланетный. Пишите ваши примеры. Вы верите в инопланетяна? Может быть, вы уже видели инопланетянина? Если один или инопланетян? И напишите что-нибудь интересное. Напишите, если вы встретите инопланетянина, что вы ему скажете о нашей планете? Например, один интересный факт или три интересных факта? Что вы скажете о нашей планете? Или что вы спросите у инопланетянина, если это он? У инопланетянки, если это она? Что вы спросите у него, у неё об их планете? Может быть, вы спросите, есть ли у них эпидемии коронавируса? Хорошо. Дорогие друзья, если это было интересно, ставьте лайк, 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 лайк. Лайкайте. Подписывайтесь, пожалуйста. Это для меня очень-очень важно. И также посмотрите у меня на сайте транскрипции подкастов, чтобы понимать все слова, PDF-книги, упражнения на перевод и, конечно, мой любимый клуб «Русская дача», где вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. И я надеюсь, что инопланетяне тоже слушают русский подкаст и смотрят мои видео. До скорого! Пока-пока!